Итак, друзья, все четыре штуки я натянул по вышеописанным алгоритмам. Вот все такие замечательные и красивые холстяшки у меня присутствуют. Крупным планом. Качество очень на высоте, но не хватает финального штриха. А именно лака. Свои работы я покрываю лаком. Сегодня расскажу, каким именно и почему. Лак тонированный фирмы Лакро. Не рекламы ради, а развитие для. Это бесцветный лак, акриловый, глянцевый. Внимание, глянцевый. Я сразу купил матовый лак. Он мне не понравился. Глянцевый лак делает изображение более контрастным, более живым. Потому как мы привыкли все равно видеть глянец, играющий. Благодаря этому лаку появляется играющий глянец. Сейчас я покажу, как я его наношу. Наношу я его вот такой вот кистью широкой. Сейчас примощу камеру и вы все сами увидите. Ребята, лак имеет белый цвет, поэтому не пугайтесь. В идеале взять какую-то бутылку и бутылкой обычной 0,5 с носиком. И очень удобно круговыми движениями нанести лак на всю поверхность. И далее просто размазать кистью. Однако бутылки в данный момент у меня нет. Я буду это дело очень быстро делать старым дедовским способом. Вот, еще момент. А, ну, в принципе, все. Макаем в лак. Поехали сюда. 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 Растираем. Сначала вдоль. Стираем лак хорошо. Если много пролили, ничего страшного. Отлично. Далее вот такими движениями. Стираем. Если мало пролили, тоже ничего страшного. Вот, отлично. Я не знаю, как вам видно, какой глянец появляется. Ведем в края. Лак сохнет очень быстро. Поэтому все манипуляции с ним нужно делать максимально, производить максимально быстро. Вот. К слову сказать, чтобы не вымазать стол, как я уже вымазал, пользуйтесь какими-то либо газетами, либо какими-то удобными подложками. Вот. Кисть оставляет иногда вот такие сюрпризы. Ножницами сейчас уберем. Наш холст скрыт лаком. Когда вы промазали края, обязательно проводите по вот этой вот поверхности. Потому как могут быть потеки именно с краев. Вот так будет правильно. Вот. Ну, в принципе, в принципе, все. Давайте я сейчас увеличу все это дело. Вот. Эта работа подсохнет, будет радовать мою семью очень долго и напоминать о нашем путешествии. В заключении еще раз покажу глянец. Вот как все блестит. Ну и соответственно, какой контраст имеет изображение. С первоначальным, не покрытым, разница очевидна. Если понравилось видео, ставь лайк. Напоминаю, что конкретно под этим видео я прошу тебя поставить комментарий. Интересно ли было бы тебе увидеть разные материалы для печати на принтере в 770-ом. Ну, или же в совместимых принтерах. Вот. Всем мир печенек. Как всегда, с вами Василий Слащев был. Пока.